Код неисправности OBD2 техническое описание, нарушение связи с модулем датчика бокового ускорения LES, что это означает? Это общий диагностический код неисправности системы связи, который применяется к большинству марок и моделей автомобилей, этот код означает, что модуль датчика бокового ускорения LES и другие модули управления на автомобиле не взаимодействуют друг с другом, Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контролеров или, проще говоря, шина SIN, без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не получить информацию от автомобиля, в зависимости от того, какая цепь затронута, модуль LES отвечает за предотвращение потери управления шинами и автомобилем при повороте на мокром асфальте или во время агрессивного вождения, действия по устранению неполадок могут различаться В зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи, симптомы Симптомы кода двигателя U0124 могут включать, контрольная лампа неисправности, MIL, на контрольной лампе ABS, на контрольной лампе TRES горит, в зависимости от производителя, контрольная лампа ESP, ESS горит, в зависимости от производителя Причины, обычно причины для установки этого кода следующие, обрыв питания или заземления на модуле LES, наиболее часто, обрыв на шине SIN Плюс цепь обрыв на шине SIN Замыкание на питание в любой цепи шины SIN Короткое замыкание на массу в любой шине SIN Цепь редко, неисправный блок управления процедурой диагностики и ремонта, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей, и единственный код, который вы извлекаете из других модулей, это U0124 Попробуйте получить доступ к модулю LES, если вы можете получить доступ к кодам из модуля LES, то код U0124 либо прерывистый, либо код памяти, если невозможно получить доступ к кодам для модуля LES, значит, код U0124, установленный другими модулями, активен, и проблема уже существует Наиболее частая неисправность, потеря питания или заземления, проверьте все предохранители, питающие модуль LES на этом автомобиле, проверить все заземления для модуля LES, найдите на автомобиле точки крепления заземления и убедитесь, что эти соединения чистые и надежные, если необходимо, снимите их, возьмите небольшую щетку с проволочной щетиной и раствор пищевой соды, воды и очистите каждый из них, как разъем, так и место его соединения Если какой-либо ремонт был произведен, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код U0124 или вы можете связаться с модулем LES Если код не возвращается или связь восстанавливается, скорее всего, проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается, найдите коммуникационные соединения шины SINC на вашем конкретном автомобиле Наиболее важен разъем модуля LES, перед отсоединением разъема на модуле управления LES отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной, дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку на контактные площадки Перед подключением разъемов обратно к модулю LES выполните эти несколько проверок напряжения Вам потребуется доступ к цифровому вольтометру, двум, убедитесь, что на модуле LES есть питание и заземление Получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в модуле LES Подсоедините аккумулятор, прежде чем продолжить, при отключенном модуле LES, подключите красный провод вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение батареи, входящему в разъем модуля LES, а черный провод вольтметра, к хорошему заземлению Если не уверены, отрицательный полюс батареи всегда работает, вы видите показания напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть веские основания Подключите красный провод вольтметра к плюсу батареи, B+, а черный провод, к каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните неисправность цепи питания или заземления Затем проверьте две цепи связи, найдите SINC+, или HSIN+, цепь, и SINC, или HSIN-цепь, подключив черный провод вольтметра к надежному заземлению Подключите красный провод к SINC+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 2,6 В с небольшими колебаниями Затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINC, вы должны увидеть примерно 2,4 В с небольшими колебаниями Другие производители показывают SINC примерно на 0,5 В и колеблющуюся клавишу при выключенном двигателе Ознакомьтесь со спецификациями вашего производителя Если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли сбросить код неисправности у 0124 Единственное, что можно сделать, это обратиться за помощью к обученному автомобильному диагносту Поскольку это будет указывать на неисправный модуль ЛАЖ большинство этих модулей ЛАЕС необходимо запрограммировать или откалибровать для автомобиля, чтобы их можно было правильно установить